В ближайшем будущем ни «Лада», ни «УАЗ» не смогут порадовать поклонников какими-либо новинками. Поэтому неудивительно, что единственным отечественным автопроизводителем, который выставил экспозицию на выставке «Мимс» о автомобиле «Тимоску», оказался «ГАЗ». Единственной премьерой нижегородцев вполне ожидаемо выступил «Соболь-НН». Да, его уже показывали на неделе российского ритейла. Но тогда оценить фургон смогли лишь избранные специалисты. Уж очень узкоспециализированным было мероприятие. А сейчас машину продемонстрировали более широкой публике. Очередное знакомство не принесло сюрпризов. Мы вновь убедились, что модель представляет собой укороченную версию «ГАЗели-НН», у которой вдобавок вместо двускатного заднего моста применена односкатная ошиновка. Зато было впервые объявлено, что «Соболь» сразу предложит штатную телематику, которая существенно упростит владение парком таких машин. Водитель, в свою очередь, получит возможность вести электронный документооборот через бортовую медиасистему. Мы продолжаем развивать цифровые технологии, цифровые сервисы и работаем над тем, чтобы сделать продукт максимально удобным для водителей и для компаний, которые занимаются развозкой товаров, у которых есть система маршрутизации заказов. Мы работаем над тем, чтобы минимизировать бумажную работу и чтобы водителю было очень легко совершать свою работу. В этом процессе газовцам помогает известный IT-гигант, но результаты этого сотрудничества будут предъявлены во время премьеры серийного «Соболя». Последняя, по планам, должна состояться осенью этого года. Удивительно, что столичные мероприятия единогласно проигнорировали китайские марки. Хотя и у «Черри», и у «Джили», и у «Хавейла» имеются новинки, которые вскоре должны появиться на местном рынке. Но, видимо, для них будут организованы персональные презентации. За неимением другого публике предъявили лишь большой городской автобус марки «Фотон». Экспорт таких машин планирует освоить не сам производитель, а частная российская фирма, что прежде занималась оптовыми поставками автозапчастей из КНР. На самом деле в России успел сформироваться небольшой парк пассажирских «Фотонов». Но то были исключительно туристические модели, которые крупные компании закупали для своих корпоративных нужд. А теперь отечественным перевозчикам предложат и «городские коучи», как называют подобную технику европейцы. Правда, в госзакупках Поднебесный Комтранс по понятным причинам участвовать не сможет. Но частные перевозчики могут и заинтересоваться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова